Таник Баженко, доктор тибетской и спортивной медицины. Тема доклада – искусство природного оздоровления. Добрый день. Добрый день, дорогие телевидители, добрый день, уважаемые зрители. Хотел бы сразу приступить к врач-практике и хотел бы сразу начать с конкретных полезных для населения мероприятий, в контексте конкретного примера. Итак, у кого есть боли в пояснице, позвоночке, в шее, я хочу призвать молодых людей, не пожилых, потому что пожилых сначала нужно разогреть, а потом уже корректировать. А молодых сразу можно без разогрева. Поэтому кто у вас из молодых есть людей? Так он молодой. Хорошее состояние, чтобы я мог быстро на камеру показать основные клиенты. Ну давайте. Так, у меня молодая. У нас на шее уже... Так, давайте, значит, начинаем. Первое. Первое начинаем. Значит, смотрите, блокирование каналов творчества. Значит, блокирование каналов творчества у человека, творческие каналы, они спроекцированы на всем теле. Они начинаются, в общем-то, с поясничного отдела. На шее – это проекционная зона. Вот здесь надо будет иметь раздак и раздак. Правильно. Теперь смотрите. Значит, как производится дарсально-латеральная вытяжка? Это вот так, дарсально-латеральная. Возди сюда мы вот так берем и делаем такое позвоночное. Возди сюда, то есть упражнение. Выдох и расслабить. Попарк. Все, подняли позвоночник чуть-чуть в этом плане. Сюда и сюда. Теперь смотрите, сделаем вот так. Расслабить, вот здесь расслабить. И повторяем. Чисто. Вот фиксируем. Вот здесь плечо фиксируем. Вот чистенько, да? Здесь чистенько. Чисто, что свободный позвоночник. Здесь в шейном отделе мы скорректируем. Теперь, значит, смотрите. Вдох, выдох. Вот здесь все-таки немножко очки. Обниму. Выдох, расслабиться. Вот здесь скорректируем. И вот зажим. Так, в грудном отделе. Вдох. Выдох, расслабиться. Выдох. Опа, еще один зажим убрал, да? Вдох. Чуть ниже. Выдох. Так, и здесь мы убрали, да? Теперь ложитесь на бочок, на медицинский коврик. И, пожалуйста. Очки возьмите. Да, очки возьмите. Значит, садитесь. Да. На медицинский коврик. И сейчас нужно обещать так. То есть, как бы нам. То есть, за коврик, коврик. Или разуйтесь. Нет, института. Разуйся, да. Разувайтесь, тогда не замазать коврик. Хорошо. Да, и, соответственно, ложитесь на бочок. Так, на бочок, да? И, соответственно, смотрите, как это делается. Значит, верхняя нога сгибается кругом 90 градусов. И стопа на уровне колена. Эта стопа на себя. Соответственно, здесь рука. Голова опускается на локтевой изгиб. А вторая рука, вот смотрите, как производится. Она свободно должна вот так вот за спиной быть. Вот, свободно. Как бы расслабленная. Физиологическое положение такое будет. Здесь голова фиксируется локтем. Здесь ноги фиксируются вот таким вот изгибом. Ну, я дополнительно еще его фиксирую для коррекции. Для усиления коррекции, да? Ключо назад. И вот, смотрите, он расслаблен в состоянии. Расслаблен, да? Выдох. Опа. Еще. Молодец. То же самое с другой стороны. Теперь вернуться в другую сторону. Точно так же занять положение симметрично первому положению. Вот так. Теперь, значит, мы фиксируем здесь в руках. О, то есть пациент сразу правильно все делает. Видите, как? Это умный пациент. Расслабьтесь. Расслабьтесь. Вот так. Молодец. Это живот. Здесь в порядке. На животик ложись. И носочки вместе, пятки в ручки. Крупные пятки, в ручки, а голову в ручки вот так вот. Здесь, как пациенту, публика. Вот так. Смотрите, как здесь происходит коррекция. Мы проверяем здесь, вот в этом полонтре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Выдох. Еще. Вот. Здесь надо расслабиться. И чуть поднять, нечем. Выдох. Так. Еще. Выдох. Молодец. Еще. Выдох. Расслабьтесь. Знаете, друзья, есть видно в невооруженном глазу, есть информация в лёд, деструктивные изменения в брохолёчной системе. А, соответственно, автоматически сразу понятно, что есть деструктивные изменения в позвоночнике, в позвоночнике, в позвоночнике, от которой идут иннервационные нервные волокна, эмерирующие лёд, бронхолёчную ткань, да? Соответственно, сто процентов этого стопороз, спадание дисков, зажим нервных окончаний и нарушение иннервации бронхолёчной системы. Значит, для того, чтобы этого еба, надо делать растягивающие упражнения. Одновременно каналы творчества открываются. Творческие каналы, они рассредоточены по всему телу человека. Они есть в любой проекционной зоне. На ладони, на стопе, на ухе, на бедре, на руке, на предплечье, на плече, на груди, на спине. То есть на всех органах есть проекционные зоны творчества, творческого самовыражения, самопроявления, таланта, беспособности человека. И это надо знать. Поэтому, когда мы корректируем вот так, мы способствуем восстановлению сиркуляции в творческий канал человека. Так, вот здесь вот, тебе взять руками ноги и прознусь в поясничном отделе. То есть мы дела быстро, учитывая телевидение, расслабимся. Молодец. Вот теперь у него гибкость поднялась. После коллекции прозвоночек, гибкость прозвоночника кардинально поднимается. И оттаскивайся назад, то есть голова как бы не так. Держи опять. Но пытайся головой прикоснуться к стопам. То есть образ, образ, образ. Как будто бы твой затылок прикасается к стопикам. Эту ножку сильнее тяни назад. Вот, вот это полная симметрия. Тогда одинаково. Теперь носочки. Да, 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 правильно так направляй. Молодец. Держи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, двадцать. Усилен, двадцать один, достаточно, расслабиться. Теперь переймемся на спинку и поджать ноги в животу. Вот видно, пациент потрясающе, правильный. И это радует. Вот так вот, и у тебя вперед, так вот, внизу, и ролик сделать. То есть лобик сюда и максимально от позвоночника копчик. То я помогу. То есть ролик этого упражнения делает, то есть массирующий не только позвоночник и мышцы, проходящий вдоль позвоночника столба. Ну, теперь вытягивай ножки вперед. И чуть-чуть их согни, чуть-чуть их колени согни. Не, вверх вот так. И головой попытайся поглубже, сюда наклониться, обхватывая при этом голень. Так? Вот. И вот таким вы должны наденись до предела, а стопу, ну, вот так наденись. Вот это упражнение вы должны делать по утрам. Первое. Второе. Потому что это очень положительно, влияет на восстановление циркуляции энергии в творческой канала человека. Каждый человек из вас творец. Каждый должен себя проявить. И в каждом заложена любовь к миру, к людям. Только каждый, в силу личных каких-то бытовых личностей, обцеляет не может разблокировать вот эти блоки, которые навязаны человеку. И он не может выплеснуть свою любовь, которая в нем заложена изначально, генетически. Каждый человек от рода альтруист, изначально. Эгоистом он становится впоследствии, пребывая в том или ином обществе. Вот так. Раз. Вот так. Так, теперь, значит, делом так. Вот здесь надо руку, ногу поджать, а эту надо вот так. Вот. И теперь наша попытка такая. Этой рукой, эту руку назад, за спину, упираешься в пол и разберешь плечо сюда. Казахстан. Добре дело. Аккуратно, не себе. Вот это упражнение, распределяющее полученные циркуляторные энергетические потоки, то есть после коррекции, по всему телу равномерно. То есть это надо распределить. Адхама-сендра-сана, один из вариантов такой. А ну, пока я все сильнее расскажу. Вот видите, после коррекции сразу гибкость резко возросла. Резко гибкость подзначка возросла, потому что освободились зажимы. Теперь тоже самое симметрично, точно это же тело, и в другую сторону. Вот это пациенты интеллектуальные. Таких мало бывает. Но удачно. Почему? Видите, сколько мало времени я трачу на него? А это же целая лечебная процедура. Вот так вот, раз, растягивай. Это говорит о том, что, когда, почему и цены дешевле, когда принимаешь таких пациентов, и цены для таких пациентов намного дешевле. Три-четыре раза. Растягивай. Такие удары на брак. Поэтому, когда пациент помогает доктору синхронно работать с ним вместе в одном алгоритме, идеально получается результат лечения. Так, я говорю вот так вот. Раз. Это просто судьба. Ничего себе, вот это да. Я сам удивлен. Расслабиться. Чисто, молоток. Вот это да. Что я могу сказать? Восторг. Давай. Давай. Молодец. Вот это да. Как же вы? Андрюша. Еще имя мужественное. Андрос. Мужественный. Прекрасный. Ну и скажите пару слов для Ютуба. Что вы почувствовали? Ну для Ютуба, тогда скажу вам. Да, все, что меня крутили, это, конечно, правильно. Это хорошо. Занимайтесь. И хотя бы одну минуту в день, если вот так постоять, потянуть. А, вы уже стояли? И еще утром, если это делать, то как раз те недуги, о которых говорил, будут уходить. Одна минута. Точно. Одна минута. Покажи еще раз. Трекие упражнение. Простая. То, что делал сидя, можно сделать. Почему я делаю ее стоя? Потому что утром, когда вы проснулись, у вас позвоночник. Тело расслабленное, под позвоночник немножко расходите. Именно утречком такое упражнение. Коррекция сюда. Нагнуться вниз. Допустим, еще приток крови в голову, восстанавливается мозговое кровообращение, иннервация, и это полезно для мозга. Чуть-чуть подтягиваете и вытягиваете свой позвоночник вниз. Как раз вот эта болячка уходит. Ну, просто человек очень рад. По спине получал, и руки выворачивал. Это выживый. Ну, живой. Значит, продолжаем тему. Спасибо. Пять минут. Тема такая, значит, творчество. На последнее, у меня есть коллега мой, который тоже занимался терапией и творчеством, живет в Санкт-Петербурге. Рушель Блаво. Вот книгу издал. Музыка здоровых сосудов. Дело в том, что не только музыкой можно лечить органы и системы, потому что уже прецедентов достаточно много. И у меня тоже в практике бывало так, что рассасывались в раковые опухоли при прослушивании музыкальных произведений, песен, джазовых мелодий, фокстротов. То есть человек стоит, раз, и у него начинается ржение в тех местах, где у него онкология. Отчего это происходит? Вот это не изучено наукой. Почему так происходит? Это вот как раз включение вот этих механизмов саморегуляции, которые и другим спортом растормозили эти блоки, которые у человека были, которые способствовали возникновению онкологии. Это первое. И подняли, каким образом иммунную систему заставили вырабатывать нужные антитела, которые начали интенсивно уничтожать образование и процессы рассасывания. То есть то, что называется рассасывание патогенных образований. И вот этот процесс апоптос и так далее. То есть это самоуничтожение раковых клеток из-за процесса ощелачивания среды вокруг раковых клеток. Вот что происходит, когда мы творчески задействуем наш мозг при прослушивании каких-то музыкальных произведений. Но у меня есть прецеденты, когда человек после выставки картин так поднялась картина, что у него исцелились очень серьезные заболевания легких бронхолевочной системы. И знаю много других случаев, когда другие органы системы и людей проходили симптоматические проявления этих заболеваний. При посещении тех или иных картинных выставок и картины потрясли людей. Вот так после этих потрясений, творческих вдохновений у человека происходило позитивное изменение в здоровье. Это очень важный момент. Терапия творчеством. Поэтические произведения. Знаю очень много случаев, когда мы ходили еще в политехнический музей, на поэтические вечера, на другие места, и в Декам-Региан, и на концерты мы раз заходили. И мы видели воздействие поэзии. Поэзии на человека, как она кардинально влияет на его сознание, а через сознание на его здоровье, на организм. Потому что любое творческое произведение формирует образ. А этот образ, он в человеке начинает вызывать те или иные биохимические изменения эндокринной системы, восстановление нервной, кровеносной, лимфатической и других систем. Значит, вы можете дома спокойно сами себя привести, почистить в порядок. Я как доктор могу вам предпринять то, что исследовано на базе клиник Министерства обороны. Вот такой препарат, гинкокор, он чистит сосуды. И он очень недорогой. И можете приобрести этот травяной препарат. Не надо никаких дорогих препаратов, которые предлагают официальную медицину. Надо пользоваться альтернативной медициной. То есть, вернее, та медицина, которая станет через какой-то рынок официальной. Понимаете, вот так. То есть, те вот эти методы, они уже практически разрешены музеям, а через какое-то время войдут в фармакопею. Это у нас всегда так в России. Сначала что-то жестко не принимается. Потом в этом что-то есть. И, наконец, имеет рациональный смысл вне дыть практику. После ряда исследований клинических или не клинических. Значит, следующий момент. Вот, допустим, какие-то болевые синдромы, какие-то функциональные нарушения органов и систем, почек, печени, селезенки. Можете устранить с помощью упражнений. Можете устранить с помощью упражнений. И, то есть, вы упражнениями задействуете 12 парных и 2 непарных меридиана, 2 непарных меридиана, через которые проходит наша энергия. И тем самым вы снимаете блоки. Значит, вот это все описано подробно в таком пособии, которое я принес. Оно стоит недорого. И можно приобрести после лекции. Там, как убрать боль, нажимая на конкретной точке, делая специальные упражнения. И убрать, чувствовать себя функционально. Хорошо и полностью функционально, независимо от этого. Еще один момент важный. Это расширенный список грехов. То, что в православной церкви, православное мировоззрение считается грехами. Так вот, это очень жесткий список на двух листах. Не тот список, который вы знаете все, что 10 грехов и краткое описание этих 10 грехов. Это расширенный. Если вы так посчитаете, то поймете, что каждый из вас совершает какие-то грехи невольно. Не зная, что это грехи. А это грехи. Чтобы жить чисто, быть святым, надо, во-первых, перейти на чистое питание. То есть это соброе растительное питание. А лучше на энергетические и пранические питаниях, как перешла в Жасмухин. Жасмухин, это пропагандистка пранического и энергетического питания, живет в Австралии. Она регулярно проводит лекции. Значит, чем она отличается от других праноидов? Тем, что она не советует полностью на всю жизнь отказаться от пищи, как таковой. А время от времени, для того, чтобы не атрофировалась пищеведивная система, возвращаться на фрукты, на овощи в периоды перехода на сыроедение. А потом опять на праноидение. То есть тогда нормально. Это вот считается и подход Жасмухин. Так это подход правильный, потому что он связан с творчеством. Жасмухин неоднократно говорил о том, что переход поэтапный от обычного питания на смешанное, от смешанного на вегетарианское, от вегетарианское на сыроедение веганство и от сыроедения на праноидение. Так это поэтапный переход приводит к повышению частотного диапазона функционирования органов и систем. Органы системы, наши понимают частоты, соответственно, качество восприятия у человека повышается. Включаются эти органы и чувства, которые у обычного человека были напрочь отключены. Человек начинает чувствовать, видеть. Включается сосковидная железа. Он начинает видеть людей насквозь, образно выражаясь. Он видит мысли человека, он читает их. Он видит образы, что человеком будет в перспективе, событий на картинках. Это нарисовано на биополе человека, и все это человек пробуждается и видит, и начинает видеть после того, как он перешел на соответствующие питания и образы жизни. Конкретные упражнения. Конкретные упражнения сейчас я вам продемонстрирую. Во-первых, вы должны пить чистую воду. А самой чистой водой, о чем говорил Володя, это есть талая вода. Вот она, талая вода, я ее налил в бутылку, подвернулся в минеральную воду, бутылочку пустую, и вот я ее регулярно пью. Через каждые 15 минут вы должны делать 2-3 глотка. За сутки получается, что вы берете то количество воды, которое необходимо вашим клеткам. Это 30 мл на 1 кг веса. Умножание. Каждая своя норма взятия воды организму. 30 мл на 1 кг веса. Это очень сильно способствует творческому проявлению человека в любом виде творчества. Стихи, поэзия, музыка, инженерное дело, химия, биология, палеонтология, антропология. Не важно, чем человек занимается. Важно, что эта вода, она активизирует действия не только мозга, но и тонких структур, которые вы, может быть, уже знаете. Я регулярно посещаю лекции. И наши тонкие составляющие, они активизируются за счет того, что мы через тело посылаем туда импульс программы. Далее, вы должны перейти только на такое питание в перспективе. То есть, вы в вашем рационе для начала проростки должны занимать хотя бы процентов 30 питания. Постепенно довести до 50. А в общем сырых растительных продуктов надо потреблять в сутки где-то 90%. А 10% выставлять это для обычного человека. Если он хочет плавно, постепенно перейти от мясоедения, молочных, кислых продуктов и яиц и рыбы на питание петрянское, то вначале это будет 30% животной пищи, потом 20%, потом 10%, потом 5%. И постепенно человек через год может полностью избавиться от зависимости от животных продуктов. Полностью. Перейдя на старую растительную пищу, постепенно, плавно, без жестких рывков, без субъективных неприятных ощущений, которые способствуют резкому переходу. Когда человек резко переходит, то у него эти кризисы обязательно проявляются. Переходят. Следующее. Следующее. Это грехи подробно описаны, потом вам раздам, кто останется. Листки по поводу того, как отслеживать свои поступки и что конкретно считается грехом. То, что вы не считаете грехами, дорогие мои. А надо понимать, что безнравственные поступки, они в мелочах проявляются. А другой человек может обидеться, а вы даже не заметили, что он обиделся на вас. Понимаете как? А тут надо тонко. А вот для того, чтобы это тонко чувствовать, надо утончить свою структуру с помощью голода. Холода. Прихода на растительную пищу, витрянского питания. И упражнения. То есть на здоровое ображение. И упражнения. Сейчас я вам функционально покажу быстренько основные упражнения, которые вы должны делать. Это так, буквально, на скидку так быстро. Это вверх. Это вверх. Да, да. Вверх. С техникой. Я тут чисто переделу, сейчас спелок, и вам было снято. Александр, Александр, ну у нас может в другой раз, давайте. То есть на высшеме. То есть, когда я буквально обзор вам, несколько упражнений подряд покажу, которые активизируют творческое начало человека. И вам будет понятно, что я это буду делать каждый день. Так, сейчас я вот так переделаю. Полный артист. Полный молодец. Александр, мы вас снимаем, да? Так, и вот, соответственно, сейчас я переодеваюсь. И, соответственно, нужно предоставить, чтобы вы менялись. Правильно, в эстетическом виде. Итак. Первое упражнение, которое вы должны делать, это обязательно упражнение науле. Науле упражнение, которое перезагружает наш организм. По-другому называется сжиганием огнем. Значит, смотрите, выдох. Кянусь живот. Я вам такую манипуляцию визуальную. Визуально. Визуально. Вдох. В руки сцепить за мной. И вот так. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Были. Распределены. Равнерно по всему телу. Это элементы цыгун. И тайцзиферами. Теперь следующее. Вот так вот. Вы должны обязательно делать вот так. Утром. Берете плавно, подходите к предплечью. Отпускаете одну ногу, отпускаете другую ногу. И он зависает на предплечьях. То есть вы стоите на предплечьях, а не на голове. Не на голове. Таким образом правильно функционально правильно. Далее вот так для баланса. Далее вот так. Тут с этой стороны. Допустим, это усилит действие груз. Вот это упражнение очищает. Восстанавливаем все связи гнироэндокридной связи. Раз и два. Плама. Копки подкручиваем. И то же самое делаем с этой стороны. Так. Плама. Опускаемся. И вытягиваем корпус вперед. Вытягиваем корпус. Далее для усложнения упражнения мы ноги растягиваем в сторону. И усилим эффект на область малого первого поля света. Нижнего поля света. Или органы малого, даза и большого таза. Усиливаем. Вот посмотрите. Вот так вот делаем. Оп. У нас автоматически растягивание руки удлиняются сами. Оп. Далее. Вот упражнение для диабетского второго типа. И нужно делать каждое утро для профилактики. Первый подход. Раз. Несложный. Каждый сделает. И так фиксировать. Секунд 30. Далее. Более сложный вариант, но более эффективный. Раз. Два. Тоже 30 секунд. Если вы натренируетесь, через месяц начнете действовать сильнее. То есть у вас будет получаться лучшее. Тогда уже следующий вариант. И это каждый практически можно. И это можно практически каждый. Только надо задаться целью. Следующее. Упражнение, которое переостреляет энергию почек. В организме энергообразующим органом является почка. Накопитель энергии. Поэтому почки, это органы, которые по жизни должны постоянно прочищать. Делать гигиену почкам. Раз и сделали. Хлоп. И вот так вот где-то приблизительно 30 секунд. То же самое делайте с другой стороны симметрично. То есть симметрично. Я весы, поэтому люблю, чтобы все было симметрично, гармонично, сбалансировано, взвешенно. Вот так вот. И вот так вот где-то приблизительно 30-40 секунд. Удерживайте. Следующее упражнение важное, которое связано с гармонией супружеских отношений. Вы должны регулярно делать вначале вот простой вот так вот. Потом по мере через месяц 2-3 воспоминания доходят уже до более хорошего состояния. Уже растягивались хорошо. И наклонившись вперед, вы фиксируете тело. 30-40 секунд. Ну, потом, соответственно, вторая нога-то будет тоже растянуты. И вы должны вот так вот уже спокойно через какое-то время делать. То есть лотос. Лотос – это критерий здоровья почек, репродуктивной системы и опорно-двигательной системы. А также нервной, соединенной, тканной системы. Поэтому за ней надо следить. Ее надо чистить. А вы же не чистите. А надо, если вы перейдете на сырую растительную пищу, вы в год хотя бы пропитаетесь, вы обязательно все похудеете. Я потерял где-то 15 кг веса, когда перешел на сырую. Но до лишнего был вес, ненужный. Потому что я сейчас в сухом состоянии, чувствую себя превосходно. Энергии больше. Потому как сырая растительная пища дает энергетику. И самое главное, дает чистые мысли. И самое главное, дает правильное понимание мира и людей. Вот такое среднее. А его объявили с девиантной формой психического нарушения Всемирной Организации Здравоохранения. К этому придут 100%. Дело в том, что мой друг, близкий мне по духу человек, Юрий Юрьевич Николаев, сын Юрия Сергеевича Николаева, известного академика, автора книг «Голодание ради здоровья» и «Голодание не тетка, а мать родная», он полностью сыроед, он уже много лет сыроед. И я у него учился, как правильно перейти на среднее. Ну и моим учителем является Джас Руфин Анар Абасов. Анар Абасов – великий человек в нашей Москве. Надо его найти. Общайтесь с ним. Это человек очень правильный. Он преподаватель юги. Но он одновременно учитель по сравнению и общается, проводит лекции по пронавению. Следующее. Вы берете вот в таком формате, вы просто поднимаете ноги и вот так вот держите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Потом усиливаете. Усиливаете. Допустим, атаку. Это для чего? Это для того, чтобы активизировать крестец общий. А через него нашу общую физическую систему. Далее. Вы берете атаку. Активизируете интеллектуальный потенциал. Да? Творческий интеллектуальный потенциал. Почему? Это руки, связанные с мозгом. Левая рука с правым полушарем, правая рука с левым полушарем. Поэтому вот эти упражнения вы должны делать каждый день. Причем каждый раз. Вначале у вас будет получаться вот так. Вы даже не сможете вот так завести. Но делайте вот так. Потом постепенно все больше и больше. И наконец руки начинают захватывать. И вы уже делаете. И наконец вы достигли такого уже уровня растяжки. Где-то через полгода. У вас уже спокойно получается вот это. Даже уже вот это. Да? Ну соответственно то же самое здесь. Сзади. Это уже другие части мозга. Вы задействуете другие части мозга. Они активизируют творческое проявление человека в другом направлении. Но это нужно делать. Вот так вот. 30-40 секунд. Это даже, дорогие мои телезрители, удерживать обязательно. Вот смотрите. Раз, два. Раз. И вот 30 секунд. В таком положении. В начале у вас даже руки могут быть не сводиться. В начале. Но с каждым днем при упорном регулярном тренировочном алгоритме. И в совместении его вы достигаете растяжки очень быстро. Очень быстро. Ну и естественно вы когда этого достигаете, то надо одновременно прислушиваться к внутреннему голосу. Питание какое должно быть изменено. Ну и соответственно смотрите. Дальше что? Александр. Заканчивай. Все. А то мы не закончили. Я хочу сказать, что более подробно мы рассмотрим на моей лекции, которая состоится 14 числа здесь. И 15-го будет продолжение в Дворце культуры имени Лихачева. Там находится библиотека имени Лихачева. И культурный центр, культурно-опознавательный научный центр. И это вот 15-го в 15-е ноль. Это воскресенье. А в субботу мы встречаемся здесь. А в воскресенье вас всех и в лице Александра Белова приглашают на научную конференцию, которая состоится в ДК, улица Амурская, 31. Запишите себе. 15-е числа. Мы вас и посылаем. Спасибо. Александр, у меня вопрос. Расскажите про ощелачивание клюквой и лимоном. И возможно ли, скажем, эстетическое питание, так сказать, вот когда люди гурманят, не объедаются, а красиво готовят пищу для измечения заболеваний, как, например, от картины. Да, несомненно. Вот ощелачивание клюквой и лимоном. Значит, вы должны понимать, что по вкусу, значит, они кислые по вкусу, но по действенным организмам, когда попадают в желудочно-кишечный тракт, они быстро минуют желудок, попадают в тонкий кишечник, и там они начинают работать как щелочи. То есть щелочной процесс, то есть в процессе реализации цикла крепцев и гормоновых кислот, все фруктовые кислоты, попавшие в организм, лимонные, яблочные, любые кислоты, они начинают работать, образуют щелочные соединения и ощелачивают кровь, разжижают ее. Вот по этой причине не только сприн разжижают, чтобы вы знали, а сприн, кстати, входит в состав малины, он восходит в состав всех кислых яблок, в меньшем процентном соотношении. Нам нужны каждый день солицелаты, они расходуются в повышенном количестве, в прошлом формате. Но вам надо еще добавить ангарную кислоту и липоевую кислоту, особенно липоевую кислоту, потому как большинство людей из вас зашлакованы, токсичны. Она продается в аптеке, но она входит в состав вот этого препарата, что я принес. Липоевая кислота, она в аптеке, вот так вот она выглядит, она стоит 48 рублей. Липоевая кислота, курс, это курс на 10 дней, а вы можете на большее количество дней взять. Но липоевая кислота в большущей концентрации находится здесь. Она очищает клетки мозга, очищает тело от тяжелых металлов, нуклеотидов, гербицидов, пестицидов, нитратов, гормонов, уничтожает лишние гормоны. Последствия потребления ГМО, все это уничтожает препарат Гинкокорп. Поэтому после лекции ко мне. Вот такие мои дорогие дела. Хочу пожелать вам доброго здоровья, любви, сострадания, великодушия, щедрости и жертвенности по отношению к людям. Это очень важно, с моей точки зрения, как доктора, ну и как человека. Поэтому желаем вам всего самого доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!